Всем привет! Сегодня поговорим о моей авторской сборочке Linux Mint Sonomon 19 64 бита русская Значит, ну, а что я вам скажу? Значит, по сравнению с 18 Mint значит, ну, тут две программы, значит, не хотели ни в какую устанавливаться То есть, если раньше там особых затруднений это дело не вызывало то вот теперь, чтобы поставить конки менеджер и чтобы поставить систем баг тут, значит, пришлось скажем так потанцевать с бубнами, как говорят Итак, значит, я здесь подробно объяснять уже не буду сто раз пережевывать как установить мои авторские сборки на флешку, там, на жесткий диск с флешки вот, имеется сайт под каждым моим видеороликом имеется ссылка на мой сайт идете в основы и, пожалуйста, вот здесь два варианта первая установка официальных дистрибутивов а мы говорим о моей авторской сборке вот графа установка авторских сборок вот здесь не поленитесь посмотрите общие принципы установки авторских сборок вот мало вам вот идете на предыдущие записи опять-таки вот здесь посмотрите все мало еще идете на предыдущие сборки в смысле страницы смотрите общие принципы вот они здесь даны поэтому еще раз тысячу раз там все это пережевывать я вам не буду дальше как вставить отдельные отдельные элементы значит вот на главной странице моего сайта идете на главную имеется вот главный видеоролик Linux Mint Sonomon XS Made KDE 18 серии вот на него вот так вот тут вот кликаете открывается он здесь тут будет такое словечко у вас там еще по-русски а по-английски мо и вот здесь хоть ролик и длинный на 2 часа с половиной 46 минут но он поделен на отдельные сегменты и попасть на любой сегмент можно как в книге по оглавлению вот как скачать дистрибутив как его проверить там то, сё, пятое, десятое единственное к 19-м вот SystemBug не подходит SystemBug установка SystemBug и ConkyManager я вам сейчас просто покажу как что нужно будет делать вот а вот настройку коночек уже под себя можете вот здесь посмотреть с четвертой минуты все остальные программы как ставятся в принципе ставятся они на 19-й Mint нормально значит просто сокращаю себе и вам время и заодно научитесь пользоваться сайтом потому что тут все ясно просто все и понятно и по-русски вот поползайте посмотрите ради бога значит теперь значит давайте займемся вот отдельно займемся SystemBug для этого перейдем на мою кладовочку на кроке на кроке значит у меня имеется вот графа значит программы для Linux здесь ищем на строку SystemBug вот она открываем ее и вот эту вот архив tar xz правил кнопочкой нажимаете переходите сюда левой кнопочкой нажимаете и скачиваете вот таким вот образом абсолютно крохотулечная программа абсолютно такую же программу можно скачать с известного источника файлов для Linux это SourceForge и там он есть и абсолютно такое же название размеры и так далее то есть без разницы в принципе где вы этот файлик найдете смотрите сами как вам что нравится и так файлик вот мы с вами скачали теперь значит вот я пойду сейчас загрузки и вот SystemBug пожалуйста берете правой кнопочкой по нему распаковать сюда взяли и распаковали зашли в эту папочку и вот здесь будут вот такие вот файлики значит что делаем правой кнопкой мыши в любом месте экрана нажимаем вот так открыть в терминале и вот здесь смотрите внимательно значит здесь пишем вот здесь в этой линии вот такой вот команд суда пробел супер юзер с у энтер заводите там свой пароль у меня здесь он единичка вот и теперь вот берете этот файлик перетаскивайте его сюда нажимаете энтер и у вас пойдет установка систембака дойдет она там где будет предложен там раз два три четыре пять там или шесть там номеров я выбирал дебяновский файлик самый последний то есть нажимал цифру строки под которой был дебяновский файлик и у меня шла установка дальше и в конце получал сообщение что да систембак у вас значит установлен после этого я значит шел сейчас покажу вот сюда вот заводил вот эту команду ставил первую строку из 18 из линуксмент 18 серии и на всякий случай значит удалял еще вот каспер то есть вот первые и пятые строки еще команды вводил после чего у меня систембак встал нормально заработал в самом начале вы видели нормальные образы делает причем образы по размерам не небольшие небольшие вот образ изо 2,3 гигабайта комки менеджер если в линуксмент 18 серии проскакивали вот эти вот команды 1,2,3 вот то здесь он даже репозиторий не захотел ставить вот я тут искал нашел значит вам придется файли команды видео скачать во первых вот первую строку заведете вставите в терминале установите затем заведете вот эту строку вот так вот скопируете заведете вставите в терминале enter нажмете пароль там если надо будет вот все по окончании значит у вас будет конки менеджер к нему значит уже можете скачать необходимые значит файлики и вот он у вас тут это самое поместите его там где угодно там справа слева там от экрана как вам скажем так понравится вот видите все нормально конки менеджер работает значит плюс значит я уже сказал что основу значит информации вот открываете менюшку под видеороликом у меня под главным который к 18 серии относится тут очень много скажем так информации но вам не надо по ней рыскать а просто напросто вот что вас интересует то взяли закликнули посмотрели этот участочек значит и все и все у вас нормально вот таким образом слава богу значит в 19 версии у них исчез тиринг или так называемое мельтешение вот я вам еще раз показываю смотрите ничего не ставил вот все плавненько как говорится бегает прыгает и тем не менее как говорится никакой дерготни там косых сполохов по экрану и так далее ничегошеньки такого нет все нормально все работает вот значит вот основное значит что-то такое знаете вот революционного в 19 моменте я собственно говоря ну не увидел ну несколько поменялось у них менеджер обновлений они прямо в менеджер обновлений взяли и воткнули таймшит вот сделать снимок пожалуйста значит заводите сюда пароль нажимаете там Enter вот снимочек один я делал я его сделал вынес на другой раздел жесткого диска возьмете там если надо вот еще один снимочек сделаете вот у вас программа значит для бэкапа вот такие вот System баг TimeShift вот два менеджера два источника вернее программ менеджер программ синаптик третий источник это дебяновские файлики которые вы можете скачивать по сети и устанавливать то есть источников для установки у вас очень много сборочка получилась хорошая шустрая небольших размеров значит старую сборку которая у меня там была аж за 3 гигабайта которую я делал путем обновления из 18 винта до 19 я убрал но по этой же ссылке теперь вот вы можете скачать эту сборочку в ознакомительных целях пользуйте ее и как вам это будет угодно еще раз подчеркиваю что программы авторские то есть созданные автором ставятся вот лично мои через SystemBug вот вы запускаете вот эту вот программу заводите пароль и вот у вас пожалуйста значит идете можете поставить на жесткий диск с именем пользователя юзер и паролем единичка выбираете место там 20-30 гигабайт выделяете под корень там под оперативку там в зависимости от вашей swap file в зависимости от вашей оперативки там 4 гига значит 4 гига делаете swap file 8 гигабайт оперативки ну 8 сделайте а под домашний раздел значит ну тут уже смотрите сами там как говорится от 20-30 гигабайт и в зависимости от возможности вашего жесткого диска вот взяли все это дело там поотмечали тут все поставили нажали вперед и с песней если хотите чтобы ваше имя собственное было и там имя фамилия ваше ваше имя пользователя там ник юзерней то вот здесь имя фамилия вводите там свой ник там допустим там паша 47 пароль поставили там свой там любой там единичка там девятка 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 вставили название pc персональный компьютер черточка ну и там допустим ноутбук лаптоп десктоп да какой угодно придумайте и все то есть авторские сборки ставится вот так не через значок вот этот кругленький install который бывает на официальных дистрибутивах авторские сборки мои ставят программы в большинстве случаев system bug вот значит опять таки повторюсь еще раз значит вот здесь на сайте значит все тут вам дано разжевано вот основы для самых абсолютных для начинающих там пять уроков сделано после которых уже человек начинает как говорится уже понимать о чем речь идет по разметке жесткого диска вот пожалуйста дистрибутивы как ставить авторские сборки как ставить ну очень много информации не ленитесь не задавайте глупые вопросы а возьмите сначала по сайту поползайте даже поиск вот здесь вот есть поищите по поиску вот плюс значит очень хороший источник или подспорье вот файли команды видео которые можно значит скачать все у вас есть на русском языке берите пользуйтесь знакомьтесь штука хорошая минукс минк работает стабильно у меня там и и понеделье бывало он оставался включенным он как трактор пашет да и все хороший стабильный дистрибутив дистрибутив и сборка хорошая и стабильность достигается еще чем вот наличием программы system bug и time shift то есть вот две программы которые значит увеличивают надежность вашей операционной системы я там не знаю там не то что в разы а может быть в десятки или в сотни раз вот причем программа system bug позволяет делать изообразы этот изообраз вы взяли записали на флешку на любой флешке подключились к любому компьютеру если в нем есть интернет то вы можете как с полноценной операционной системой и интернетом на этой флешке работать где угодно вот а если понравится то прямо с флешки вы можете вашу любимую операционную систему поставить там или другу или знакомому или кому угодно значит на жесткий диск там на раздел жесткого диска то есть я вам вот рекомендую ну оправдал себя Linux Mint для меня лично это наиболее удобная рабочая среда Cinnamon мой любимый рабочий стол значит ну что вот давайте посмотрим аудио видео программа для редактирования звука видео паром телевизор пожалуйста хотите посмотреть телевизор пожалуйста значит на русском есть на белорусском на украинском языках телепрограммы пусть не столь большой выбор но зато как говорится всегда можно новости посмотреть послушать фильмы и так далее дальше ну что программа значит вот ритмобокс для прослушивания музыкальных файлов запись экрана Simple Screen Recorder видео проигрыватель раз два три три видео проигрывателя поиск файлов видео файлов на трубе там в интернете там песни там музыка там видео файлы нормальный выбор графика пожалуйста значит имеется графический редактор гимп дальше интернет две кладовочки дропбокс на там 4 гигабайта такая маленькая но хорошо синхронизируется мегасинг 50 гигабайт бесплатно два браузера google chrome и файрфокс пожалуйста вот файрфокс здесь сидит вот оно skype teamviewer transmission качать торрент файлы огет качать файлы больших размеров whatsapp via программы значит скажем по типу skype ну несколько еще более даже продвинутые секретные офис ну вот пожалуйста вам офис смотрите по моему 602 но довольно таки свежий офис я даже его уже переставлять не стал там разница в несколько там десятых долей вот справочка по офису вот можно посмотреть 602 12 или там что там вот ну нормальный довольно таки свежий вот на русском языке все такой же текстовый редактор полностью офис совместим с продуктами Microsoft Office то есть вы можете сохранять документы в формате doc doc x xlx xlx x x то есть полностью как говорится совместимы дальше ну из стандартных программ тут вот посмотрите масса чего тоже стоит то есть такая сборочка получилась не бедная хотя официальный образ весил 1.9 а здесь 2.3 то есть на 400 мегабайт только я туда воткнулся но за счет того что хорошо поработало двумя пылесосами там вычищал все самое ненужное административные там самые различные программы посмотрите такая хорошая толковая сборка как говорится для людей у которых нет допустим там времени брать официальный дистрибутив и с нуля его своими ручками там настраивать и так далее но некоторые при этом тысячу раз переплюются когда у них не получается плюнут и забудут а здесь вот скачал ну что настроил только сеть вставил пароль беспроводной там сети подогнал время погоду ну практически ну обновился менеджером это самое обновлений все вперед и можно сказать уже работать вот таким вот образом значит можно посмотреть сколько эта сборка занимает места на диске вот пожалуйста смотрите вот смотрите значит 20 гигабайт я выделял под корневой раздел занято 7 еще в 2 раза больше как говорится там осталось 12 гигабайт свободно 23 гигабайта ну там осадочки были выделил под домашний раздел занято тут пишут у меня 21 с половиной и 3 гигабайта свободно но это почему потому что у меня тут вот сейчас мы можем размеры взять и отреминговать значит сейчас потому что систембат много скушал вот если я уберу во первых вот этот образ сразу не нужен он мне так а надо от корня заходить ну ладно в общем ну тут еще сразу 10 гигабайт вот за счет этого и отдельных копий этого можно смс скинуть но если сделаете домашнюю папочку больших размеров ну это зависит как говорится уже тогда от вас будет у вас все нормально хорошо и прекрасно вот видно корневой раздел вот видно значит домашний раздел сразу на вскидку можете определиться какие у вас там имеются ресурсы ну вот в принципе вкратце вам значит вот такая вот сборочка для знакомления качайте курочте значит вот две программы значит которые туго ставились это вот SystemBug и ConkeyManager но значит вот не забывайте файлик вам команды значит и видео идете в команду и видео сейчас вот я еще раз тут наверх на самое загоню вот вот графа установка программ вот открываете ее и смотрите значит первое ищите значит вот SystemBug поднимаетесь чуть повыше тут значит вот ссылочка кликайте по ссылке смотрите как SystemBug ставится на Dpin оставится на 19-й Mint абсолютно по той же по тому же принципу я вам ее уже показывал и значит в установке ConkeyManager вот пожалуйста значит две вот эти вот надо будет вещички вставить в терминал или как говорится запустить и будет вам как говорится счастье вот так что хотите курочте сами хотите скачивайте готовые уже на струнную сборку тут все работает как говорится из коробки вот ну ладно я желаю вам приятных часов с этой сборкой и до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...